Издательство Эксмо. Маша Трауп. Всё, что произошло в отеле. Когда я поняла, что все люди идиоты, если честно, давно, кажется, я уже родилась с этим знанием. Наверное, в детстве ещё сомневалась. Ну, не могут же быть абсолютно все взрослые такими неразумными, неспособными хоть немного рассуждать здраво и смотреть хотя бы на полшага вперёд. Нет, все живут сегодняшним днём и действуют по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Но, видимо, меня окружали именно такие люди, не пользующиеся мозгами даже на один процент, совершающие, лишённые всякого смысла поступки, поддающиеся сиюминутным желаниям, не задумываясь, к каким последствиям они приведут. Но хотя бы риски ведь оценить можно. Начнём с меня. Мне пятнадцать лет. Я считаюсь трудным подростком лишь потому, что мне пятнадцать. И не важно, как я при этом себя веду. А веду я себя очень спокойно. Предпочитаю читать книги и слушать классическую музыку. Если бы вы послушали то же, что и некоторые взрослые, тоже перешли бы на Чайковского. В школе я считаюсь тихоней. Не зубрилой, не ботаном. Просто некой тенью, которая занимает третью парту в ряду стены. Учителя про меня вспоминают, только если наткнуться в журнале на фамилию. А так... Всё внимание обычно сосредоточено на тех, кто сидит у окна и посередине. Так уж устроен человеческий мозг. Замечает то, что справа. А слева уже не столь важно. Кажется, даже учителя так и не смогли поставить мне диагноз. Если спрашивают, я всегда отвечаю. Если не спрашивают, молчу. Тесты и контрольные пишу прилично. На списывании меня никогда не ловили. Я не яркая, не наглая, не шокирую внешним видом. Обычная. Среднестатистическая девочка из тех, кого не запоминаешь ни с первого, ни со второго взгляда. Меня зовут Таисия. Тася, Туся, Тая, Ася. Как меня только не называют. Какое редкое имя. Ну, не такое уж редкое, учитывая, что в нашем классе есть Анна-Мария, Аврора и Зоя. Зайдите в класс к первоклашкам. Вообще имена никогда не выучите. Почему мама меня так нарекла? А это была исключительно ее инициатива? Потому что во время беременности ей в руки попалась книга «Таис Афинская». Мне, можно сказать, повезло. Мама под впечатлением назвала меня в честь... Эээ... Гетеры. То есть проститутки. Но не самой, так сказать, известной. А вдруг бы ей в руки попала другая книга? Тогда бы меня назвали Сонечкой, Нанной или Маргаритой. Лучше уж Таисей. Спасибо женщине в ЗАГСе, которая в свидетельстве о рождении записала именно так. Таисей я, а не Таис. На чем настаивала моя родительница. Та милая женщина сказала, что такого именею нет. Записать именно так она не имеет права. Поэтому запишет, как положено. В подростковом возрасте я прочла Таису Афинскую. Она мне совершенно не понравилась. Я все гадала. А мама вообще поняла, что назвала меня в честь проститутки. Есть еще одна проблема. Некоторые девочки в пятнадцать выглядят как... Ну, они Набоковскому Гумберту показались бы староватыми и перезрелыми. А у меня мальчишеская фигура. Видимо, пошла в отца. Иногда ловлю взгляд мамы в зеркале. В нем читается жалость, что ли. Да, я не могу похвастаться роскошной грудью, как моя родительница. У которой это предмет гордости. Грудь у меня, конечно, есть. Но мама как-то заметила, что таких, как я, раньше называли доска-два соска или плоскодонка. А еще волшебница. Потому что если поднять руки, грудь исчезает. Вот и скажите мне, что это не полный идиотизм. Мама еще смеялась, как смеются хорошие шутки. Тебе не понять, хмыкнула она, когда я спросила, что смешного-то. Да, пошлость и тупость. Я уж молчу про то, что слышать подобные замечания от собственной матери, скажем так, неприятно. Я достаточно высокая для своего возраста и худая. Проще убить, чем прокормить. Любимое замечание моей родительницы. Хотя ем я мало на самом деле. Поскольку я эту фразу слышала с раннего детства, к подростковому возрасту у меня выработался стойкий иммунитет на нелестные замечания о моей внешности. Мама же мягкая во всех местах. Если она смеется над моей фигурой, то зачем запихивает себя в утягивающие панталоны, стесняется своего живота и бедер? Однажды она поймала мой взгляд в зеркале и отреагировала резко. Я выносила и родила тебя. Поэтому у меня есть живот и растяжки на бедрах. Вот, посмотри, чем ты меня наградила. Она стянула панталоны и продемонстрировала исполосованные растяжками и целлюлитом ноги. Мне хотелось сказать, что я никак не повинна в своем появлении на свет. Но, как всегда, промолчала. Мама же решила, что я как-то неправильно отреагировала и швырнула в меня панталонами. Я не ожидала, не успела увернуться. Знаете, когда тебе в лицо прилетают материнские панталоны, это не больно, конечно же, но кажется, что все. Черта пройдена. За край уже заступили, и назад пути нет. Может, дело именно в нижнем белье. Может, в том, что панталоны прилетели в лицо. Не знаю. Но именно в тот момент я поняла все. Невозможно ни простить, ни принять. Мама этого не почувствовала. Собираясь на встречу, которую она всегда называла «рабочий», как прежде, заходила ко мне в комнату и вертелась перед зеркалом. В моей комнате в шкафу зеркало было в полный рост, а в ее небольшое. Я не понимала, почему нельзя поменять шкафы, и несколько раз предлагала это сделать. «Я тебе что, мешаю?» — возмущалась мама. «Нет, но так будет удобнее. Тебе?» — отвечала я, вместо того, чтобы ответить честно. «Да, мешаешь, даже очень». «Как я выгляжу?» — спрашивала мама, будто я была ее подружкой. «Нормально», — пожимала плечами я, сидя над домашним заданием. «Это ты от зависти, да?» — тут же срывалась мама. «И вот как я должна была объяснить взрослому человеку, собственной матери, что у нас с ней иные связи, родственные, мать и дочь? Мы не соперницы, не подружки, не знакомые. Это я в своем подростковом возрасте должна спрашивать, как я выгляжу, а не она. Это она должна обо мне заботиться, а не я о ней, каждое утро готовя завтрак на двоих, себе и ей. «Тебе что, сложно сварить еще одно яйцо?» — искренне не понимала мама, когда я ей однажды на это намекнула. Или мне надо было напрямую сказать ей, что мать не должна выглядеть, как гетера. А именно так она и выглядела, собираясь на встречи. Что мне, может быть, как минимум, неловко наблюдать, как она собирается и уходит, и слышать, как возвращается. Иногда не одна. Мама считала меня достаточно взрослой для того, чтобы понимать ситуацию, как она выражалась. «Я еще молодая женщина!» — кричала она. «Ты должна меня понимать!» «Да, наверное. Но не понимала. Как можно было связываться с такими идиотами? Как можно ложиться с ними в одну постель? А мама выбирала исключительно идиотов, что подтверждало мою теорию. «Умные люди — исключение из общего правила. Счастье, если тебе встретится умный человек. Моя родительница была убеждена, что я отстаю в развитии. Она имела в виду и физическое, и умственное. Про физическое замечала с нежной жалостью в голосе, что, может, грудь еще и вырастет немного. Или что некоторым мужчинам такое нравится. Вдруг и замуж сможешь выйти. Эту фразу она произносила, имея в виду исключительно маньяков и извращенцев. Потому как нормальному мужчине, с ее точки зрения, маленькая грудь нравится не может. Или... Ну, мало ли сумасшедших. Вдруг вы встретитесь? Это уже относилось к тому, что мне, возможно, попадется на пути маменькин сынок. Непременно очкарик с жирными немытыми волосами, жалкой бороденкой, бледной и тощей. Или наоборот, упитанный, как поросенок, зато начитанный, как и я. То есть не от мира сего. Личного счастья она мне, если и желала, то явно не с принцем на белом коне. Мол, довольствуюсь хоть кем-то, и то радость. Обижалась ли я на нее? Нет. У каждого свое представление о прекрасном. Мне вот ее Пашечка, предпоследний поклонник, казался маньяком. Взгляд бегающий, глазки маленькие, собранные в кучку на переносице. Лицо со следами подросткового окне, подбородок безвольный. Пашечке, как называла его моя мама, явно стоило почаще принимать душ и получше промывать свои жирные космы, разметанные по плечам. Моя родительница находила его романтичным и тонко чувствующим. Ну, у каждого свой принц. Зачем я об этом рассказываю? Чтобы вы поняли. Дети видят больше, чем вы, взрослые, думаете. И слышат тоже, кстати. А часто и лучше соображают. Если человек сидит и молчит, его рано или поздно начинают принимать за тумбочку. Если он в какой-то момент открывает рот, чтобы сказать, например, спасибо или доброе утро, смотрят так, будто тумбочка вдруг заговорила. Когда у меня спрашивают, сколько мне лет, и слышат, что пятнадцать, быстро отстают с разговорами, будто я заразная. Взрослые очень боятся подростков. Они считают нас неадекватными, от слова «совсем», как иногда выражается моя родительница. И этот оборот меня не просто раздражает, а бесит. Как и выражение мамы моей лучшей подруги Ники. Та просто обожает говорить «я в ресурсе» или «я не в ресурсе». Но она психолог, так что я списываю это на профессиональную деформацию. О Никиной матери я расскажу чуть позже. Так вот, товарищи взрослые, подростковые взрывы эмоций, категоричность, а точнее честность, кажущиеся вам странностями в поведении, не передаются воздушно-капельным путем, как простуда. Или ветрянка, например. Еще раз повторяю, не все подростки мечтают набить себе татуху на лице, ходят с лезвием в кармане, чтобы нанести себе порезы. Не все употребляют наркотики и завтракают энергетиком, заедая чипсами. Я же говорю, люди — идиоты. Опять же, вот моя мать. Поверьте, я никак не хочу ее обидеть. Это просто констатация факта. Иначе зачем она покупает мне заколку в виде цветочка или лак для ногтей розового цвета? Преподносит так, будто живого единорога в квартиру привела. Я говорю спасибо. Не могу же я объяснить собственной матери, что мне уже не пять лет. И единорогов, кстати, терпеть не могу. Мама же, покупая очередную пижаму, густо усеянную единорогами, будто сбежавшими из психлечебницы, уверена в обратном. Она все-таки удивительная женщина. Иногда я ею даже восхищаюсь. Точнее, ее умением не замечать того, что находится под носом. Перед этой поездкой я сделала на руке временную татуировку. Переводилку, которая выглядит как настоящая и держится две недели. Первое время скрывала под рубашкой с длинными рукавами, все еще надеясь, что моя родительница поведет себя как нормальная мать. Заломит руки, например, зальется слезами, прочтет нравоучительную лекцию. В Москве тогда стояла адская жара. Все ходили чуть ли не голыми. А я в рубахе с длинными рукавами. Потом мне надоело париться в прямом и переносном смысле этого слова. И я надела футболку. Но моя родительница ничего не заметила. Интересно, она знает, что такое переносное значение слов? Мне кажется, нет. У нее вообще плохо с аллюзиями, ассоциациями. Я уж не говорю про игру слов и юмор, которые требуют хоть какого-то шевеления извилин. Нет, не подумайте. Я люблю свою мать в той мере, в какой ее может любить дочь-подросток, которую считают наказанием всей жизни. Я ей благодарна за то, что она подарила мне жизнь. Она любит мне это напоминать с невыносимым пафосом, которого даже не замечает. Я же подарила тебе жизнь. Я не считаю ее худшей матерью на свете. Она во всяком случае не оставила меня в доме малютки и не отправила в детский дом, хотя вполне могла с нее станется. Я дала тебе все, что могла! Иногда кричит она, и я в это верю. Да, действительно, все, что могла. Не дала умереть с голоду, это да. Не заставила скитаться по улицам, тоже спасибо огромное. Пусть и в самый последний момент записывала в детский сад, школу, так что, можно сказать, обеспечила мне стандартное образование. Когда же тебе исполнится шестнадцать? Мама задавала этот вопрос приблизительно с моих шести лет. В детстве я очень пугалась, не зная, что должно произойти именно в шестнадцать. Уколюсь о веретеное и усну беспробудным сном, буду спать в хрустальном гробу. Став старше и прочитав некоторое количество книг, я думала, что мама боится моей смерти в родах, что часто случалось с героинями в романах, или что меня обесчестят, и я принесу в подоле, окажусь на паперте. Проблема была в том, что я не до конца понимала значение слова «обесчестить» и кого и куда я должна принести в подоле. Ну и паперти в нашей округе не наблюдалось. И еще спустя некоторое время я задала маме вопрос в лоб, почему она так ждет моего совершеннолетия. «Тогда ты получишь паспорт и сможешь работать. Мне не нужно будет тебя содержать», ответила мама, глядя так, будто я задала ей самый глупый из всех возможных вопросов. «А если не смогу найти работу? Если захочу учиться в институте?» уточнила я, потому что очень хотела поступить в институт. Ведь именно там я смогу заниматься тем, что мне нравится больше всего — читать книги. Мама пожала плечами, мол, твои проблемы. Я-то тут при чем? Все, живи своей жизнью. Но пока мне пятнадцать. Так что мама все еще меня содержит и терпит. Наверное, я должна быть ей за это благодарна. Но благодарность не мешает мне считать родительницу, «Ей не достает образование, я бы так сказала. Нет, она не дура. По-своему, конечно. Но хотелось бы, чтобы она хотя бы пару-тройку книг из классической художественной литературы прочла. Может, что-то и откликнулось бы в ее душе. Параллели бы какие-то сложились. На самом деле, я знаю, что этого не случится никогда. Но мне же как-то надо оправдать собственную мать. Читать она не любит. Говорит, голова начинает болеть. И почти сразу засыпает. Ей скучно. Я подкладывала ей книги, надеясь, что она увлечется сюжетом. Но все напрасно. Мама ни одну не открыла. Не то, чтобы она предпочитала женские журналы, разгадывание кроссвордов или судоку. Буквы любые наводят на нее смертельную тоску. Наверное, в этом я тоже пошла в отца. Меня как раз буквы завораживают. Читать, наслаждаясь аллегориями, игрой слов. Следить за развитием сюжета. Как тут уснуть? Плакать над судьбами героев и хучестью. Возмущаться их поступками, действиями. Вскипать от несправедливости, жестокости. Я могла ночь прожидать над книгой.